Здравствуйте всем. Я не знал, когда я выйду, но очень хорошо, что все-таки настал мой черед. Да, сегодня вечером собрались христианские лидеры из разных стран мира. Да, я очень благодарю Бога за то, что мы можем открыть Библию и делиться Словом со всеми лидерами. Я благодарю Бога за то, что Он подарил нам такое время. Да, давайте сначала откроем Библию от Иоанна 2 главу. Будем читать с 1 стиха. 2 глава 1 стиха. Если вы открыли, то мы начнем читать. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит Нему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час Мой. Матерь Его сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте. Было же туши из каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения юдейского, вмешавших по две или три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой, и наполнили их доверху. И говорит им, теперь потерпните и несите к распорядителю пира, и понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином? А он не знал, откуда это вино, знали только служители, потерпавшие воду. Да, прочитали. По 9 стих. Когда мы читаем Библию, то Библия, знаете, освобождает нас от нашего сердца и ведет нас в сторону Бога. Если бы у меня не было Библии, то я бы не стоял сегодня тут. Если бы не было Библии, то я бы не нашел покоя. Библия подарила мир, радость и надежду мне. Конечно, в моем сердце действует не только Библия. Да, порой в моем сердце появляются переживания и заботы. Но Библия убирает сети переживания и заботы. И благодарю за то, что Он в моем сердце приводит к Иисусу. Мы сегодня прочитали 2 главу Евангелия от Иоанна от Брачном Пире. И в этой истории Матери Иисуса сказала, что у них недостает вина, и пересказала об этой проблеме. «А что сказал Иисус Христос? А что тебе и мне, Жена? Еще не пришел час мой». Да, Он говорит, «Еще не пришел час мой, я не смогу действовать». И тогда Матерь Иисуса быстро поняла, что имел в виду Иисус. И она сказала слугам, «Тихо». «Что скажет Он вам, то и сделайте». Да, вот что она сказала слугам. И согласно этим словам, Слово Иисуса исполнилось. И тогда Иисус впервые совершил в этом мире огромное чудо. Эта история про нас с вами сегодня. Да, в каком бы положении вы ни находились, что скажет Он вам, не поступайте по своим мыслям, но делайте так, как вам скажет Иисус. Иисус, если сказать по-другому, оставь свои мысли. Вот и жил по своим мыслям. Теперь живи по слову Иисуса. Вот что имели в виду. И когда это слово исполнилось, как оно есть, Иисус смог разрешить и большие, и маленькие проблемы, которые возникают в нашей жизни. Не только насчет недостатка вина на брачном пире. Конечно, люди бывают разными. Но по принципу Слова Бога, когда мы встречаем какие-то дела, да, мои мысли постоянно твердят так и так, но если мы оставляем все наши мысли, и когда я принимаю только Слово Иисуса, свою душу, то в моей душе, когда Слово Иисуса приобретает большую силу, чем мысли, по которым мы ходили до сих пор, то мы вскоре сможем видеть, как Иисус совершенно действует в моей жизни. Ой, знаете, что в Корее после Гражданской войны были лягушачьи дыни. Эти дыни назывались лягушачьими, потому что контур их был похож на лягушку. И поэтому лягушачьи дыни, это было одно из самых вкусных блюд. Но знаете, почему эти лягушачьи дыни потеряли актуальность в Корее? Да, это не потому, что все лягушки зимой замерзли. Но эти дыни потеряли популярность, когда вышли новые дыни из города Сонжу. Я прекрасно знаю происхождение этой дыни, Сонжу. Однажды как-то я посетил дыню-долину в городе Сонжу. Мы в городе Сонжу построили красивый молитвенный дом. И меня пригласили проповедником на торжественное богослужение, открытие молитвенного дома. И поэтому я поехал в Сонжу. И там я очень сильно удивился. Да, в городе Сонжу около 4 тысяч фермеров занимаются выращиванием дыни. И человека имени Сонни Мо можно назвать лидером в этом русле, и он получил спасение и является пресвитером нашей церкви. И в этот день, после торжественного богослужения, мы пообедали вместе. И пресвитер Сонни Мо пересказал мне свое свидетельство, говоря, что он пожертвовал 600 тысяч американских долларов на постройку молитвенного дома. Но благодаря успешному выращиванию дыни в этом году он смог заплатить 600 тысяч долларов в банк. подумал, какой это хороший, выгодный бизнес. Да, за короткое время продажи дыни он заработал 600 тысяч американских долларов. Но это было правда. И он пересказал мне свою историю. Его отец был алкоголиком. И он тоже начал выпивать. Жил развратно. Но его отец однажды получил прощение грехов, встретив самую радостную миссию, миссию «Гуд Ньюс». И отец полностью изменился. И с того времени отец начал предлагать своему сыну поверить в Иисуса. А сын не хотел поверить в Иисуса. Веруй сам, отец. Но отец плохо себя чувствовал из-за рака. Да, его конец приближался. И с какого-то дня он перестал есть. Он подумал, почему же он перестал есть? Может быть, у него нет аппетита из-за рака? Своевременное питание очень важно для болеющих раком. Он три дня подряд не употребил пищу. Он подумал, почему же отец ничего не ест? Это потому, что у него нет аппетита. Но однажды мама говорит, проливая слезы, «Эй, инмо, ты знаешь, почему твой отец ничего не ест?» «Ну, наверное, он заболел, поэтому из-за этого потерял аппетит». «Нет, у него был аппетит пару дней назад». «Так почему он не ест тогда?» «Ты знаешь, его смерть приближается». Он постится и молится о твоем спасении. И пресвитер подумал, «Неужели я был таким непослушным сыном?» «И он хотел передумать». «Хорошо, что мне делать тогда?» «Поверь в Иисуса». «А как поверить?» «И сын пришел к отцу». «Отец, я был неправ». «Пожалуйста, верю в своего Иисуса дальше». «Но сначала перекуси что-нибудь». «Отец, я буду тебе слушаться». «Но, отец, умоляю тебя». «Я был неправ». «Если ты поешь, я буду тебя слушать». «Тогда отец сказал, «Хорошо, давай покушаем». «Да, это еда от моего сына. Будем кушать». И отец поел. И потом своему сыну начал проповедовать. И, к удивлению, сын получил прощение грехов. После этого, этот сын, который занимается выращиванием дыни, стал совершенно другим человеком. До тех пор, он жил по своим мыслям. Но теперь, вместо своих мыслей, он начал принимать слово и сердце Иисуса. Да, однажды, зимою, он посеял дыни. А той зимою был очень сильный мороз. И все дыни вымерли. Но однажды фермеры заметили, что на одном участке все дыни остались живыми. Все эти фермеры переживали. И потом сказали, «Как на том участке дыни остались живыми?» И фермеры пришли на тот участок. «Эй, господин Сон, как твои дыни могли преодолеть холода?» Это брат Сон сказал. Я последние годы изучил погоду и знал заранее, что в этом году будет сильный мороз. Поэтому я дыни давал удобрения от мороза. Вот они занимались одними и тем же делом, выращиванием дыни. Но до этого другие фермеры даже не подумали о том, чтобы давать удобрения от мороза. Но он давал своей дыне удобрения от мороза. И тогда спросили его, «А что это за удобрения от мороза?» «Эй, что вы имеете в виду?» Подумайте сами. Вот люди, допустим, в России или в Арктике, и у них зима очень суровая. И поэтому, какую еду они в основном кушают? Да, сало или жир. Да, они много жирного едят. А наоборот, в африфиланских странах, где жаркое, то люди вместо жирного едят много овощей и много фруктов. Да, и растения нуждаются в том же, что и человек. и, знаете, фермеры начали понимать, о чем говорит пресвитер. Но уровень мышления был намного выше, на голову выше других фермеров. пресвитер дальше разрабатывал метод по выращиванию дыни. Да, на данный момент он продает свои дыни. И в Корее большой универмаг сто процентов покупает все его фрукты. да, представители универмага заключили договор с ним. Да, представители предложили, мы возьмем ваши товары на 10 долларов дороже других, поэтому продайте нам все свои товары. И таким образом они начали торговаться. И поэтому он теперь не переживает. об этом. Потому что универмаг покупает все его товары. И этот брат продолжает думать о дыне. Вот, когда вы живете своей жизнью, да, люди, которые работают, допустим, Samsung или Hyundai, нуждаются в высшей мудрости. и благодаря этой мудрости эти люди изобретают телефоны или другие вещи, о которых не додумываются другие люди. Этот человек ранее жил по своим мыслям. но когда он поверил в Иисуса Христа и начал читать Библию, и он заменил полностью свои мысли на мысли Иисуса. И хотя в сердце этого брата появляются разные мысли, он их полностью игнорирует. и он занимается выращиванием дыни по мудрости Божьей. Да, он занимался сельским хозяйством, да, и дыни начинают созревать с ранней весны. На дыне первый раз растут цветы, потом появляются плоды, потом, да, ненадолго отдохнет, потом во второй раз появляются цветы и плоды затем и потом опять передохнет немного и на дыне в третий раз вырастают цветы и появляются плоды. Но после третьего раза, когда цветы и плоды вырастают, хотя солнце еще висит на небе и погода остается умеренной, но плоды перестают расти на дыне. Эй, дыня! у нас еще теплая погода, почему ты увидаешь? И это брат заметил рядом тыкву и он начал сравнивать дыню с тыквой. Да, дыня приносит небольшие плоды и потом перестает. а на тыкве вырастают большие плоды. Много плодов таких. Да, хотя дыня приносит такие большие плоды. Эй, дыня, пожалуйста, посмотри на тыкву рядом. Да, почему ты приносишь немного плодов и, несмотря на солнце, ты собираешься увеннуть, попробуй как дыня, как тыква. И поэтому он эту проблему начал изучать много раз. И, знаете, бывают разные удобрения. Есть три самых главных удобрения. Первое, это азотное удобрение. фортилийзер. Второе, это фосфарты. Да, фосфарты. Третье, это удобрение из серной кислоты. Как правило, азотное удобрение полезно для листьев и ствола. А фосфарты полезны для корня. А серной кислоты очень полезны для плодов. Но он в основном давал фосфарты. Конечно, произошли изменения, но они незаметные. ой, если бы у дыни был хороший корень. Да, дыня приносит хорошие плоды, если есть хороший корень. Но как бы он не заботился о них, как бы он не ухаживал за ними, его дыня стала получше. но большую разницу не увидел. И брат каждый раз думал об этом. О, если бы я только мог укрепить корень дыни. О, если бы я только мог сделать корень крепче. И знаете, это стало домашним заданием для этого брата. У дыни очень слабый корень. Ой, было бы хороший корень. Да, у дыни слишком тонкий корень. Если бы был крупный корень, как у тыквы. И знаете, он хотел сделать корень дыни таким крупным, как у тыквы, но у него не получилось. Но Господь подарил ему мудрость. Однажды, когда он сажал дыню, он сажал сначала дыню, затем тыкву, сажал дыню, потом тыкву, дыня, тыква, тыня, тыква, тыня, тыква, тыня, тыква. Он так посадил. И они начали расти одновременно. И когда тыквы выросли на 10 сантиметров, он взял острый нож и отрезал ствол тыквы диагонально. Зачем он также вырезал ствол тыквы и привил ствол дыни на тыквенный корень. И их он закрепил щипцами. Но удивительным образом дыни начали расти благодаря питательным веществам, которые передавал корень тыквы. У дыни очень тощий корень. А у тыквы такой крупный корень, как большой палец. И пускает глубоко корень. И так как всасывает питательные вещества из земли, и знаете, произошла революция в дыни. Мы это называем революцией дыней. Конечно, это я придумал название. На дыне вырастают цветы, и чуть позже появляются плоды. И во второй раз, когда вырастают цветы, потом появляются плоды, а потом дыня подождет немного, и в третий раз опять вырастают цветы, а потом дыня говорят, ой, я больше не могу, и начинают увядать. Но когда поступают питательные вещества через крупный корень тыквы, то к удивлению, вместо трех раз дыня приносит плоды в пять раз, а иногда и шесть раз приносит плоды. При этом плоды получались большими и вкусными. И знаете, чем удивляет этот пресс-фитер? Обычно люди такой технологии хранят в секрете. Но он в своем доме открыл класс для фермеров по выращиванию дыни. И он обклеил плакаты, и когда к нему приходили люди учиться, то он научил их этим навыкам. И помимо этого у него было много методов, как правильно сделать огород, как сделать огород плодоносным. потом он встретил лидер города. И мир говорит, он удивительный, потому что другие люди спрячут эти навыки, а он всем открывает и учит всех. если он сам будет растить дыни, то им будет очень сложно преодолеть лягушачьи дыни. Но он научил этим навыкам всех 4000 фермеров. Поэтому дыни из города Сангчжо стали самыми лучшими в Корее. все фермеры стали состоятельными. И он начал революцию дыни. Вот я рассказываю вам об этом. И на каникулы, когда мои внуки приезжают из Америки в Корею, в этом году они не смогут приехать из-за пандемии COVID-19. А когда они приезжают в Корею, то на на рассвете я беру этих внуков на поле и заставляю с 5.30 работать. Они собирают там, срывают дыни, потому что теплицы в 8.30 становятся очень душно, поэтому больше нельзя работать. И они дают нам несколько коробов дыни в дар. И в этот раз посол Фиджи хотел со мной вместе поехать туда. И прошлую пятницу мы вместе с ним поехали в Сон-Джу. А сейчас, знаете, внедрили новые технологии. Перед участком они построили сооружение в виде туннеля и включают кондиционер. Да, сельским хозяйством теперь люди занимаются тоже таким образом. И когда они положат, вкладывают эти дыни в машину, то эта машина сориентирует их по размеру. и потом их раскладывают по коробкам и отправляют на машинах. И мы работали в этот день с послом Фиджи, с пастором Джоной и сотрудниками посольства. Мы все остались довольными. И с прошлой недели мы проводим каждую субботу библейские занятия в посольстве Фиджи. Я за это очень благодарю Бога. Да, вот что означает прививание. Да, мы в городе Спрингфилл посадили яблочные деревья. И знаете, мы посеяли полагодовалые яблочные деревья. когда люди обычно сажают яблоню или хурму, получаются очень плохие деревья. И на этих деревьях вырастают негодные плоды, которые нельзя, невозможно употребить. И когда они вырастают приблизительно один год, то они рубят комель, значит есть всемирно известное японское яблоко, которое называется Фуджи. Японцы разработали этот сорт под горой Фуджи. Да, Фуджи признается самым лучшим яблоком во всем мире. Есть так называемое полугодовало дерево Фуджи. Когда дерево вырастает приблизительно один год, то они обрубают комель этого дерева. Да, потому что поначалу это дерево было негодным, на котором вырастали невкусные плоды. И потом прививают на нем вкусные Фуджи. Поэтому корню получается два года, а стволу один год. Поэтому это дерево называется полугодовалом. Да, поэтому я сказал нашим братьям в Америке, подготовьте 300 полугодовалых деревьев Фуджи. и в Америке мы смогли купить 150 таких деревьев. И мы их посадили в Спрингфилд. Но постоянно олени приходили и обгрызывали, и они съели около 30 деревьев. Но они не могли есть деревья, которые стоят ближе к нашему зданию. И прошлый раз мы на горьи Дедок посадили 150 деревьев. И там у нас есть школа, и дети учатся в той школе. И знаете, мы собираемся подарить эти деревья ученикам. да, вы даваете удобрение этим деревьям, да, ухаживайте за ними и берегите его от вредителей. Это яблони ваша. Это будет твоим деревом до окончания школы. Все яблоки будут твоими. Мы посадили 150 деревьев, но собираемся еще посадить 300. Я, конечно, не успел указать место, куда нужно посадить. Но мы собираемся на горе прямо сажать эти деревья. Да, зачем мы прибиваем? То какие деревья получаются? Да, у них корень остается оригинальный. Но когда на них прибиваем фуджи, фуджи-аппл фуджи-аппл корнем это дерево остается предыдущим, но по стволу это становится как фуджей. И даже на дворе у моего сына в Америке я посадил три деревья. И в прошлом году на деревьях выросли два плода. А говорят, что на одном дереве выросли 28 плодов. И в следующем году вырастут 100 плодов. А еще через год уверен, что вырастут 300 плодов. А через пять лет минимум на каждом дереве вырастут по 400 по 500 плодов. И мы собираемся посадить яблочные деревья вдоль дороги в Спрингфилд. И хочу, чтобы осенью пейзаж украшивали спелые красивые красные яблоки. И знаете, как мы можем сказать? Да, хотя они поначалу были негодными яблонями, но на них мы привили фуджи. фуджи яблоня 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 с яблоней. Да, если это прививание сказать по Библии, то мы можем сказать, что яблоня родилась свыше. Здесь вы стали лучше понимать рождение свыше на примере этой яблони, правда? Да, корень остается прежним. понашел это дерево было плохой яблоней. Но мы привили туда ствол от фуджи. И также ствол остался дыни. Но мы привили это на корень тыквы. пумкин рут. И поэтому эта дыня у этой дыни, да, ствол остается дыни, а корень от тыквы. Корень тыквы такой крупный, как большой палец. И пускает глубоко свой корень. и впитывает питательные вещества. Поэтому мы можем сказать, что Яблоня родила свыше. Если просто сказать рождение свыше, то Никотим не понял словосочетание рождение свыше. И он сказал, как человек может заново войти в утроб матери. Да, он об этом не знал, поэтому спросил именно так. А Иисус сказал, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царство Божье. Принцип рождения дыни и человека один и тот же. притки рода и рода есть самая ? Хочу спросить у вас. Да, Дэнни сама по себе хороша. Но в чем ее проблема? У нее очень слабый корень. Так ведь? Его просто нужно заменить на новый. Понимаете, о чем я говорю? Это правда. надо. Нужно заменить новый корень. Понимаете, о чем я говорю? То же самое. Посмотрите на него. Он такой красивый, да? Очень красивый. Ой, было бы хорошо, если бы он был красивым и по сердцу. Но сердце человеческое грязное. Есть красивая женщина лицом. но она очень зла сердцем. Поэтому ей нужно родиться свыше. А как можно родиться свыше? Можно родиться, для этого не нужно ампутировать ноги или руки. Тело оставляйте свое. Вы должны извлекать свое сердце и вставить туда сердце Иисуса. Аминь. Эта самая злая женщина тоже может измениться. Самый худший злодей в этом мире тоже сможет измениться. Вот, к примеру, пастор Кингисон тут? Где он? Ой, пожалуйста, можете встать с места? Этот человек был злодеем. Но он родился свыше. однажды пастор Кингисон совершил зло. Спасибо, присядьте. Но он свою душу заменил на сердце Иисуса. Я даже немного завидую ему, потому что он стал известнее, чем пасторов Супак. В африканских странах все люди знают пастора Кингисон. Я в колониях обычно проповедую один час. А он после проповеди приглашает начальника в колонии, говорит, давайте откроем духовный семинарий в колонии. Тут люди сидят без дел. Да, давайте откроем духовный семинарий, чтобы эти люди обучались и стали пасторами. Тогда люди были рады этому предложению. И знаете, неприятности в колонии остановились. Каким образом? да, многие колонии в этом мире, куда хоть ездит пастор Кингисон, меняются. Его практически не в своей церкви в городе Пучон. Он большинство времени проводит на борту самолета. Но все колонии, которые он посещает, меняются. и говорят, что в колонии есть пожизненно заключенные. Это такие люди, которые много согрешили и всю жизнь должны провести в колонии. Да, с другим людям приговариваются решение свободы на год, на 10, на 20 лет. А эти осужденные до смерти должны отбывать в колонии. И они считаются старшими в колонии. Однажды он собрал всех таких осужденных. Он изменил их сердце. И он их рукоположил на пасторах. Когда вы смотрите фильм «Герой с маленького острова», другие осужденные боятся их. Но они перестали мучить других. Начали благовействовать. Благодаря этому атмосфера колонии изменилась. Пастор Кингисон в колонии получил спасение, прочитав книгу «Секрет прощения греков и рождения свыше». И перед освобождением он написал мне письмо. «Я скоро выхожу на свободу. то, пожалуйста, помогите мне, наставляйте меня». Тогда я проживал в городе Диджон, и он приехал ко мне. И он прожил целый год в нашей церкви. Обычно, когда осужденные выходят на свободу, то они совершают повторное преступление и снова попадают в колонию. Кто-то через три года попадает в колонию, кто-то через год, а кто-то аж через три месяца попадает в колонию, а кто-то выходит на свободу утром, а вечером снова попадает в колонию. Большинство людей так поступают. А пастор Кингисон получил прощение грехов и получил новое сердце. И он подумал, «Если я снова согрешу, то окажусь в колонии на всю жизнь». «Что делать, чтобы перестать грешить? Я сам не смогу». Да, мне нужен наставник. Он очень талантлив в преступлениях. И, конечно же, он плохо понимает духовный мир. И он искал такого наставника. И, в конце концов, решил написать автору книги, пастору Супак. И, освободившись, он даже не встретился с отцом, но приехал сразу к нам в церковь. И пока он провел целый год в нашей церкви, он был очень счастливым. Уже три месяца прошло. Раньше бы я давно оказался в колонии. Но я туда не пошел. Пять месяцев прошло, но все же я на свободе. Год прошел, но я не попал в колонию. Он говорит, что он был самым счастливым именно за это. Знаете, почему он был счастлив? Если бы я жил сам по себе, то попал бы давно, давным-давно в колонию. Но он был счастлив от того, что не попал в колонию. Тут самое главное, дорогие, когда мы прививаем дыню на тыкву, вам нужно обязательно разрезать ствол диагонально, чтобы получился больше площади. и когда вы разрезаете ствол тыквы и прививаете на это место дыню, то корень остается тыквой, но на нем вырастают дыни. И так как корень впитывает в себя питательные вещества, и поэтому вырастает много дыни. Раньше дыня приносила только три раза плоды и потом увязал, а теперь приносит плоды пять раз. А некоторые дыни приносят плоды и в шесть раз. Он начал собирать много дыни. Они стали вкусными, большими. И таким образом он ведет выращивание дыни. Сонгджу. Люди в мире в этом называют это прививанием. Но по библейскому это называется рождением свыше. Понимаете меня? Попробуйте повторить за мной, чтобы не забыть. Рождение свыше дыни. Да, по-английски звучит мелон бонагейн, но мне больше нравится, как звучит по-корейски. Еще раз. Рождение свыше дыни. Теперь вы точно поняли, что такое рождение свыше? Нельзя просто разрезать. Ствол нужно разрезать диагонально, чтобы получилось больше площадей, чтобы они хорошо соединились. Потом, если вы закрепляете их шипцами, они соединяются, становятся одним деревом. И так как корень передает много питательных веществ, веществ. Да, так как корень приносит много питательных веществ. Да, дыня вот такая маленькая тыква, большая. Точно та же, как тыква, да, производит большие плоды, но дыня недостаточно крупная, чтобы произвести такие большие плоды. Но благодаря прививанию дыня рождается свыше. Это чем-то напоминает рождение свыше человека. Это очень похоже. Если мы узнаем этот принцип, нам будет очень легко родиться свыше. Вот как человек рождается свыше. Иисус ведь был на брачном пире в Кане Галилейской. Исследователи Библии говорят, что это есть дом родственников по маминой линии Иисуса. Хотя нет точного основания. Но Матерь Иисуса была там. И судя по тому, что мама говорила служителям, это был дом родственников. Но Библия, конечно же, не утверждает, не уточняет, поэтому мы не можем сказать, утвердить, что это дом родственников. Но Матерь Иисуса Христа переживала от того, что недоставала вина, поэтому сказала об этом Иисусу. А Иисус говорит, что тебе и мне жена, еще не пришел час мой. Тогда что сказала Мария служителям? Что не скажет он вам, то сделайте. Что это означает? Да, мысли Иисуса отличаются от наших мыслей. Понимаете, о чем я говорю? Мысли отличаются. Так наши мысли отличаются от мысли Иисуса. Мы прибегаем к человеческим путям. А Иисус обладает такой мудростью и духом, которых нет у нас. Мы до сих пор жили по своим мыслям. Порой мы бывали добрыми, а порой ненавидели, порой мучили других, порой мы бывали похотливыми, порой мы совершали зло. Это все, что возникает в нашем сердце. Когда женщина прелюбодействовала, и дьявол в ее сердце вложил похотливые мысли. Но не все после этого прелюбодействуют. «Ой, если я поступлю так-то так, меня не поймают, я не умру». И поэтому она решилась на прелюбодеянии. Но она была поймана прямо на прелюбодеянии, хотя она думала, что ее не поймают. Хотя наши мысли выглядят неплохими, но они создают проблемы. Поэтому до сих пор мы жили по человеческим мыслям. мы живем. Мы живем мире. Мы живем в Мы в мире. Мы живем в мире. Мы жили под человеческим мыслям, поэтому появилось много проблем, инцидентов, мы страдали из-за этого. И поэтому когда человек отсекает ствол тыквы и прививает дыню, а корень от тыквы, но так как приносят дыни, да, благодаря питательным веществам растут много хороших дынь. И знаете, наши мысли такие же слабые, как корень у дыни. Мы уязвимы к искушениям, да, мы легко попадаем в грех, мы легко впадаем в зло и так далее. И поэтому точно так же, как отсекают корень у дыни и прививают на тыкву ствол дыни. Это очень просто. Нам нужно отсекать наши мысли. И наше сердце мы должны прививать на мысли Иисуса в Библии. Да, может быть, это выглядит сначала тяжелыми и трудными, но если подумать немного, это очень легко. Да, в моем случае у меня был такой опыт 1962 году. Да, и тогда я еще посещал церковь, но я провалил все, что я делал. Я строил пять планов, но у меня ни один из них не получилось. я точно понял, что я претерплю крах, если последую за мыслями. Я претерплю крах, если буду следовать за мыслями. Я думал, что я смогу хорошо сделать. Думал, что у меня получится. Но из моих мыслей ничего хорошего не получилось. О, я провалил все, что мог. Поэтому нам нужно оставлять наши мысли и принять мысли Иисуса. Да, мы, допустим, можем дыню разрезать ножом, но ведь в свою душу, мы не можем разрезать ножом. Да, много мыслей появляются во мне, но тогда у меня какая душа должна быть? Да, я провалил все, пока следовал за мыслями своими. Если последую за этими мыслями, то я претерплю крах, я все провалю, у меня ничего не получится. Вот что мы должны точно осознать. Я знал, что если я буду следовать за мыслями, то претерплю крах. И после этого, хотя много мыслей появлялось в моем сердце, но мне стало страшно следовать за моими мыслями. Но я провалил все, потому что следовал за мыслями. 19 но 1962 году, когда мне исполнило 19 лет, моя жизнь была очень жалкой. У меня не было никакой надежды, не было пути, не было никакого способа. Тогда мы воровались с друзьями, совершали налеты на чужой сад, мы воровали фрукты и грешили. И понял, что если я буду следовать за мыслями, то претерплю крах. Поэтому я принял слово Иисуса в свое сердце. Но когда мы читаем Библию, то видно, что наши мысли отличаются от мыслей Иисуса. Поэтому я каждую мысль проверял на основе Библии. Прочитав Библию, я понял, что мои мысли отличаются от мыслей Бога. И я решил принять слово Иисуса, слово Бога. Да, Кремлянам 3 глава, 23 стих. Написано, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И в 24 стихе написано, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Вот я человек гречный в 23 стихе. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Да, я человек гречный. Я солгал, я своровал, я дрался, я совершил зло. я очень злой человек. Я лишен славы Божьей. Этот стих был по моей душе. Я всегда назвал себя грешником. Господь, прости мои грехи. Я солгал, я своровал и жил такой жизнью. хотя я точно солгал и точно своровал много. Мы часто совершали налет на чужой сад. Да, по вечерам мы гуляли с друзьями и воровали чужие яблоко, фрумы и много согрешили. Да, я грешник. Но в 24 стихе, дорогие. Я до тех пор знал 23 стих, но вообще не знал о 24 стихе. Да, там написано «Получай оправдание даром по благодати его, искуплением во Христе Иисусе». Я солгал, своровал и согрешил. Поэтому злой человек, я обязательно войду в ад. Но что говорит 24 стих? Это слово говорит, что я стал оправданным. Бог меня оправдал. Хотя я человек грешный, но Бог меня называет праведным. Хотя я грязный человек, но Господь называет меня чистым. Бог говорит, что я рожден свыше и оправдан. Нет, я человек грешный. Я был настолько негодным, и для того, чтобы выставляться перед людьми, я всегда свои слова начал добавлять немного лжи. Да, конечно, ложь остается ложью, но я не думал, что это большой грех, ведь я не наношу шерп другим людям. Лучше добавлять ложь в свои слова. Я не обдумав, начал так поступать, но удивительно. Думал, что нет проблем в том, что я добавляю немного лжи, но знаете, как только я открывал рот, я начал лгать. Постоянно. И когда прошел год, то мои друзья сказали, ой, Оксу опять врет. Он открывает свой рот, постоянно врет. Так получилось. Все, я перестану лгать. Я думал, все в порядке, раз моя ложь не наносит ушерба другим. Но когда я хотел завязать с этим, у меня не получилось. Откровение 21 глава 8 стих говорит. Боязливых же неверных скверных убийц и любодеев и тародеев и идолослужителей и всех лжецов в конце участь в озере горячим огнем и серо и серо не та ложь, которая причиняет боль другим. Думал, что с моей ложью нет проблем. Но в Библии говорит, все лжецы войдут в огненное озеро. «О, я солгал. Я солгал». Написано, «Все лжецы войдут в ад». У меня нет другого пути, кроме того, как войти в ад. «Да, я пойду только в ад». Но я не смог перестать лгать. Как только открывал, я начал врать. Поэтому утром я молчал, чтобы не врать. Но после обеда опять я начал говорить неправду. Мне было очень тяжело из-за этого. Мне было очень тяжело. Хотя я грязный и ужасный человек. Да, я знал до этого 3 главу 23 стих посланий к римлянам. Да, я ведь согрешил. И все люди согрешили. Это правда. Это точно. Но я не знал о том, что говорится в 24 стихе. Да, в одной Библии по 23 стиху я был грешник, а по 24 я стал праведным. Чем отличаются эти стихи друг от друга? В 23 стихе я согрешил. А 24 стих говорит, что я согрешил, но был рядом со мной Иисус Христос. И Он меня искупил и избавил от грехов. Значит, у меня нет грехов. Я поверил именно этому. До этого я все время считал себя грешником, так как согрешал многое. И я не смог извлечь из своей души эти грехи. Да, я был грешником, да, полным, ложью, кражей. Да, и я был грешником, безусловно. Я грешник. Я много согрешил. Я могу быть только грешником. Но что мне говорит Библия? Написано, искупление во Христе Иисусе по благодати и даром я получил оправдание. Дорогие, есть дыня. У дыни ствол хороший, плохой корень. И поэтому нужно отсечь этот корень и прививать дыню на тыкву. Если Господь действует через меня, это хорошо. Но мои мысли постоянно врут, воруют. И поэтому мне нужно отделить от себя эти мысли, которые воруют и лгут. Да, я претерплю крак, если буду следовать за этими мыслями. Поэтому я выбросил эти мысли из своей души и принял слово Иисуса в свою душу. Иисус меня оправдал. А по моему мнению, я не могу быть праведным. Я много воровал. Я много согрешил. Я непременно являюсь грешником. но Иисус оправдал меня. И по моему мнению, я являюсь грешником. Но слово Иисуса говорит, что я праведный человек. По моему мнению, я согрешил. Но Иисус называет меня праведным, святым. Точно так же, как фермер прививает дыню на тыкву. Да, я вырезал мысли, по которым жил. Да, я вырезал мысли о том, что я грешник. И прилепил свое сердце к слову Бога, который говорит, что я праведный. Точно так же, как тыква соединяется с дыней. Хотя я раньше жил по своим мыслям, но я отделился от моих мыслей и принял сердце Иисуса в свое сердце. Тогда происходит деяние Бога. Как сказала Мария слугам, что скажет он вам, то сделайте. Что скажет он вам, то сделайте. сделайте так, он вам скажет. То есть она имеет в виду, поступайте по сердцу Иисуса. Для того, чтобы поступить по слову Иисуса, мне нужно истребить свое сердце. А чтобы поступать по моему сердцу, то мне нужно истребить сердце Иисуса. Поэтому я принял решение в тот день. у меня много грехов. Однако я праведен, если Библия меня оправдывает. Я праведен. Я праведен, если меня оправдал Бог. Я перестал верить своим мыслям. Я вырезал свои мысли. Я праведен, если меня оправдал Бог. Я свою душу соединял со Словом Бога. до этого, раньше, когда я жил по своим мыслям, совершал всякое зло. Но после этого я начал меняться. Да, я отсек свои мысли и принял слово Иисуса, который оправдал меня. Точно так же, как прививают дыню. Точно так же, как яблоню прививают из мыслей. моих. Да, я претерплю крак и стану проклятым, если буду следовать за мыслями. Поэтому я отделился от мыслей и принял мысли Иисуса. По моему мнению, я согрешил, я являюсь злым грешником. Но слово Бога звучит по-другому. Ты праведен, ты свят, ты очистился, ты чист. С того времени я ничего другого не сделал. Сделал только одно. Я точно осознал, что претерплю крак, если буду следовать за мыслями. Оставил свои мысли. И начал принимать слово Бога. Иисус пошел на брачный пир в Кане Галилейской и говорит, еще не пришел час Мой. Еще не пришел час Иисуса. Еще не пришел час Иисуса Христа. Если наступит час Иисуса, то Иисус может поступать по своему желанию свободно. Поэтому Мария говорит служителям, что скажет он вам, то сделайте, то сделайте. Да, и теперь слово Иисуса и мое сердце стали соединены. Да, и наливайте в эти водоносы воду. Да, отнесите к распорядителю. Они отнесли. И вода превратилась в вино. Вот как происходит деяние. Мы очищаемся не потому, что сделали много добрых дел. Это не потому, что я помогал другим людям. Это не потому, что я проливал слезы. По моему мнению, я много согрешил и являюсь грешником. Но нам нужно оставлять наши мысли и принять слово Иисуса. Меня оправдал Иисус. Значит, я праведный. Иисус сказал, что больше не восполнит наши грехов и беззакония. значит, он точно больше не восполнит. Иисус назвал меня чистым. Это значит, что я чист. Иисус сказал, что омыл все мои грехи. Значит, я чищен. грехи. я должен соединиться со словом Иисуса. Но в наше время многие люди оступили слово Иисуса и живут по своим мыслям. Это совсем другая жизнь. А той жизни, в которой мы живем по слову Бога. До 7 декабря 1962 года я считал себя грешником. я много согрешал, много воровал и много лгал. Но 7 декабря 1962 года, в тот день утром, что я понял? Я поверил в том, что мои грехи омылись кровью Иисуса. Хотя я считаю себя грешником, но Библия назвала меня праведной. Точно так же, как дыня прививается на тыкву. Да, теперь я не то, что следую за мыслями, но начал верить слову Иисуса. Теперь эта дыня получает питательные вещества не от корня дыни, но принимает питательные вещества от корня тыквы. теперь я отказываюсь от моих мыслей и перестаю доверять им и начал принимать слово Бога. Как бы не было много грехов, но я праведен, если меня правдал Бог. Как бы много зла я не совершал, я чист, если меня чистил Иисус. Я свят, если меня светил Иисус. Я поверил именно этому. И к удивлению, после этого я не стал жить как я, точно так же, как дыня получает от тыквы. Я тоже свои жизни начал получать от Бога и жить по сердцу Бога. Я ставил все мысли, которые появлялись в моем сердце. Я начал верить каждому слову, исходящему из уст Бога. Вот тогда я родился свыше. не мое сердце, а по сердцу Бога и Иисуса я начал жить. Я начал меняться. Я начал чувствовать, что ко мне приходит сила от Бога. я не могу передать насколько я благодарен. Это был удивительный опыт. Вот что означает рождение свыше. Хотя телом я остался собою, но я раньше жил по сердцу своему, но перестал доверять себе, но поверил Слову Иисуса. Теперь Слово Иисуса начало вести меня. И после этого в моей жизни все изменилось. Точно так же, как пилоты управляют самолетом. Чтобы полететь в Нью-Йорк, они устанавливают маршрутную систему в Нью-Йорк. А если они хотят полететь в Токио, то они должны вынуть предыдущую программу и вставить программу маршрутную в Токио для того, чтобы попасть в Небесное Царство. Я должен убрать свою программу и вставить вместо этого программу Иисуса. Я святой человек, если программа Иисуса Христа осветила меня. Если я праведен через Слово, Иисус оправдал меня. После этого в моей жизни произошли многие изменения. Когда тыква соединилась с корнем дыни, то дыня начала делать невозможные для нее дела. Если мы соединяем наше сердце с сердцем Иисуса, если мы оставляем все наши мысли, то сила Иисуса Христа во мне проявляется. Я верю, что мы родимся свыше, и Дух Святой будет приносить нам много плодов. Вы слышали сегодня свидетельство одного пастора? Это было удивительное свидетельство, так ведь? Да, говорят, что в него выстрелили, но удивительно было, что он выжил и поделился своим свидетельством. Я не мог поверить, хотя он получил пулю, но я увидел, как Господь сохранил его жизнь. Да, он раньше жил по своим мыслям, но он превратился в человека, который живет только по слову. Да, любой из нас сегодня, если мы будем жить по человеческим мыслям, истрибим, станем истребленными. Но если мы оставим наши мысли и примем слово Иисуса, если мы отречемся от наших мыслей, если мы будем жить по сердцу Иисуса, тело остается ваше, но сердцем вы становитесь как Иисус, и вы от Бога получаете в дар славное Царство Небесное. Если вы принимаете прощение грехов, то с того времени Иисус будет пребывать в вас и действовать. После этого вы не сможете не меняться. Многие люди хотят делать добро, но это не та. Перестаньте доверять себе. Пожалуйста, поверьте в Иисуса Христа. Давайте помолимся. Святой наш Отец у нас было кривое, злое, темное сердце. Но когда мы жили по нашему сердцу, но постоянно грешили и пребывали во тьме, сердце Иисуса наполнено добром, праведностью. Мы слишком долгое время жили по нашим мыслям, по нашему сердцу. Но теперь мы хотим следовать за Твоим сердцем. Мы решили жить следуя за Твоим Словом Иисус. И теперь Иисус Христос вместо нас пребывает в нас и ведет. Точно так же, как удивительное чудо произошло и вода превратилась в вино. уверены, что в нашей жизни произойдут такие же изменения. И мы прославляем Тебя. И на этой конференции силы собрались разные служители, лидеры и пасторы. Да, все наши мысли это зло и грязь. Да, дай нам отставлять свои мысли и благослови, чтобы мы пребывали в Тебе. Пожалуйста, веди нас. Благодарим Тебя. Молился во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисус Христа. Аминь. Иисус Христа. Аминь. Иисус Христа. Аминь.